Петербургский малый драматический театр успешно гастролирует по всему миру от Европы до Америки. Такой географический размах неудивителен. Мелочность художественному руководителю Льву Додину не свойственна. Если актеры, то Козловский, Боярский и Рапопорт. Если сцена в Вашингтоне, то Центр искусства имени Джона Кеннеди. Именно здесь впервые Ксения Рапопорт, Елизавета Боярская и Ирина Тычинина сыграли трех сестер в американской столице. Вся постановка на русском с проекцией английских субтитров над сценой. Елизавета Боярская, сыгравшая младшую Иру, признается, что американский дух свободы она прочувствовала именно в стенах театров Нью-Йорка, Бостона и Чикаго. Публика очень непосредственно реагирует, не боится реагировать, не боится своих проявлений. Не боится, если смешно, то смеются, если грустно, то плачут, если не понимают, то не понимают. То есть они не боятся проявления своих ощущений. Это очень здорово. Это на самом деле такое высшее проявление свободы, зрительской в том числе. Говоря о зрительской реакции, Боярская заодно и отзывается на критику, которая обрушилась на нее в российском интернете после выхода новой экранизации Анны Карениной. В социальных сетях зрители прикали ее в несоответствии книжной Анны Карениной и созданному на экране. Если говорить об Анне Карениной, то не то, что нужно было экранизировать какую-то каноническую, археическую, архетипичную версию, сделать музейную. В этом не стояла задача. Или, тем более, повторить то, что было до. Надо было искать что-то новое, идти дальше. В этом была моя цель как актриса. В отличие от своих коллег из Театра Европы, которые много снимаются в кино, Ирина Тычинина, играющая старше Ольгу, предпочитает театральную сцену, которой уже много лет преданно служит. Для нее это первый приезд в Вашингтон. Всегда любопытно побывать в том месте, которое много раз видел по телевизору, когда много любимых фильмов. Мы вчера были на мемориале Линкольна, и я очень люблю Форест Гамп. И там это место, когда он выступал против вьетнамской войны, и когда Джейн бежит по воде, я побывала на этом месте, мне очень интересно было. Ксения Рапопорт. В спектакле она играет Машу. Международную любовь к Чехову объясняет его универсальностью. У нас профессия, которая говорит о самом больном, о самом сложном, что происходит с людьми, с человечеством на протяжении веков. И вся драматургия об этом, начиная от Шекспира, заканчивая современными авторами. Поэтому, что бы ни происходило, у Чехова вы внутри любой пьесы найдете этому отзыв и отклик. Многочисленные зрители, американцы, русские и даже гости из Франции, пришедшие на русский спектакль, лишь подтверждают слова Рапопорт. Я получила удовольствие от просмотра. Пьеса отражает все наши сомнения и страхи по поводу жизни, а также то, что с нами происходит и окружает. Мне очень понравился спектакль. В школе во Франции я изучал Чехова, так что был знаком с его пьесами. Всегда мечтала попасть. В родном городе в России не получилось, потому что билеты были распроданы. И предоставилась прекрасная возможность сделать это в Вашингтоне, где я живу. И такие отзывы – главное свидетельство успешности первых гастролей МДТ в Вашингтоне. Заядлые театралы американской столицы верны себе и не пускают шанс увидеть русскую драму. Тем более в постановке Льва Додина. Карина Бафраджан, Дмитрий Шахов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.